всех приветствую дорогие у нас сегодня разбор онлайн кто хочет присоединяйтесь возможно для вас тема будет очень актуально нужно и полезно сегодня полнолуние сегодня очень мощный день для проработки себя поэтому добро пожаловать в круг силы у нас сегодня расстановка с натальей наташ тебе внизу нужно включить камеру и звук включай и подключайся пожалуйста привет дорогая как тебе слышно мне хорошо слышно меня да тоже и видно и слышно отлично ну рассказывай что у тебя там ой добрый день всем я вообще всего боюсь я сейчас боялась что я не подключусь что у меня чуть не получится вот даже день сегодня такой можно на ты дай да что день особенный такой вот а мой запрос про страхи у меня очень много страхов причем с детства там всего боюсь опасаюсь мнительность очень сильная по большому счету вот на данный момент я боюсь смерти я боюсь умереть раньше времени вот тоже немножечко послушала все твои разборы но не все многие и вот я написала что много откликалась я поняла что это где-то из детства наверное идет потому что я уже родилась и в три года я очень боялась врачей психовала просто когда шла в поликлинику маме даже говорили что типа девочка у вас здоровая но покажите психиатру то есть я так орал я помню свой страх что мне что-то сделают вот это помню из детства воспоминаний потом страх у меня первый сильный когда папа в семь лет развелся с мамой и мне как показалось что я умерла похожая была ситуация когда я развелась то есть меня тоже мир рухнул а сейчас я просто боюсь умереть потому что я мнительная и мне кажется что у меня может какая-то болезнь быть я от нее умру то есть я понимаю что надо не думать об этом но страх страха в общем он у меня в голове а это ты вытащил эту карточку боясь не спрашивая да 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 то есть я не всегда так я не депрессивная на самом деле наташа на трапевтическом вечере вытащила из 90 карт единственную карточку которая называется фобофобофобия опасения боязни испуга от страха да и у меня там еще откликнулась очень карточка наташи рядом сидела там было написано типа живите вот в данный момент да и завтра будет завтра живите по полной как бы я понимаю что тоже мне то есть мне это все откликается но тем не менее я этого не хочу то есть я хочу дышать наконец-то я хочу вот сколько мне осталось жить все как бы полноценно и в принципе если у меня какая-то задача есть еще я хочу это сделать а хочешь то что в результате ну во первых просто жить наслаждаясь этой жизнью то есть я там услышала такую фразу опять же она не моя что жить жить живите играя да ну вот живите как наслаждайтесь всем не то что только хорошее хочу там да я хочу в принципе но трудности как-то умеет принимать да а я работаю спасибо большое извините пожалуйста вот то есть у меня все время когда за моей спиной стоит мужчина например там отец там да или муж я чувствую себя достаточно спокойно а когда я это теряю как будто я вообще пропадаю как женщина то есть я ну скажем так еще один страх быть без мужчины потому что такое ощущение что у меня как будто я не какая-то некачественная женщина то есть не то что обязательно замужем быть это важно для меня лет 25 лет в браке была неважно чтобы у меня был какой-то а сейчас есть мужчина сейчас есть но я выбираю мужчин что муж там час как сказать как мне друзья говорят я не сама так решаю что немножечко не тебе не пары вот не знаю все люди равны и но мне кажется что я отношусь к ним как мама вот я не хочу я понимаю что вместо папа как сказать жены занята да папа это сказала на разборе тогда вот в общем мужчины у меня брак был 25 лет сейчас три года вместе живем но я ощущаю что-то такое неправильно это то есть не замужем я короче а мужчины старше тебя или младше они чуть-чуть младше года на два на три ладно 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 7 расскажи мне историю восемь лет назад это 2015 год что там у тебя произошло я не знаю что в пятнадцатом году я была замужем дети 2015 это все дети уже были подростками девятый десятый класс а ты развилась когда я развелась в девятнадцатом в семнадцатом я поехала и сделала такой шаг я поехала в таиланд одна то есть не было очень страшно лететь с пересадкой и после этого стали ссориться очень с мужем потому что я как бы ну своего ли какой-то проявил что ли вот это нет 15 год может и вспомнишь что-то нет нет обычно вы мне ночью пишите на или я вспомнил но может быть я вспомнил но вот пятнадцатый год восемь лет назад это вообще не вспомнил тогда вроде все было хорошо у меня была работа любимая творческая вот муж был дети здоровы никто не умирал ладно ладно еще я деньги не умею зарабатывать я либо работаю в удовольствие но без денег либо я работаю тяжело у меня забираются силы я болею я короче я чувствую себя несвободны когда работаю то есть деньги у меня приходили всегда через мужчин ну там ну и в смысле как вот жены там да то есть муж содержал семью то есть я себе зарабатывал что-то на свете на ташка много слов расстановка не любит много слов путаешь меня заговариваешь не хочешь идти боль не хочешь идти забалтываешь скажи когда мне было семь лет когда мне было семь лет я отказалась от жизни я отказался от жизни я решила я решила что папа бросил не маму а меня что папа бросил не папа меня там и тогда я запомнила то быть со взрослым мужчиной чтобы со взрослым мужчиной страшно и опасно страшно и опасно и я решила притягивать я решила притягивать слабеньких слабеньких чтобы ими управлять по имя управлять вот во что я играю вот во что игра что чувствуешь наташ полное согласие я это знаю скажи папочка папочка как же ты мог бросить такую девочку до сих пор болит до сих пор болит хотя я продолжаю себе врать хотя продолжаю себе брать что соглашаюсь соглашаюсь я все перепутала я все перепутала каждом мужчине папа я иду я ищу тебя в каждом мужчине я иду к тебе я перепутала я перепутала даже если я переберу всех мужчин на планете даже если я переберу всех мужчин на планете ни в одном из них я не встречу тебя чувства какие поднимаются у тебя обиды правильно скажи мам это не ты с ним развелась мама это не ты с ним развелась это я с ним развелась это не твой мир ухнул это мой мир ухнул расплетаюсь с мамиными чувствами Расплетаюсь с маминами чувствами. Расплетаюсь с мамой тенями. Расплетаюсь с мамой тенями. Обмен частями с мамой. Обмен частями с мамой. Расплетаюсь с мамой судьбами. Расплетаюсь с мамой судьбами. Расплетаюсь с душами. Расплетаюсь с душами. скажи у меня было воплощение у меня было воплощение где я убивала своих мужчин где я убивала своих мужчин из мести из мести у меня была власть у меня была власть и я могла над ними издеваться там и тогда я была мощной сильной в этой жизни балансы восстанавливаются простите меня пожалуйста души тех мужчин которым я причинила много боли которым я причинила много более красота страшная сила красота страшность я и пользовалась я и пользовалась отменяю свое решение там и тогда отменяю свое решение там и тогда уничтожать мужчин нормально нормально почему плачешь наташ что цепляет сильно от чего больно потому что я знаю что я даже сейчас такая месть подается холодной да 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 я все равно всех побеждаю там в той жизни ты не просто их я хотела сказать но не стала ты еще издевалась прежде чем убить то есть над ней потрошила там их какие-то гадости с ними делала расчленяла то есть кайфовала от того что они страдают поэтому сейчас так больно скажи присваиваю опыт той реинкарнации себе присваиваю той реинкарнации себе соглашаюсь той жизнью это выбор моей души выбор моей души для опыта и развития и опыта и развития так тому и быть расплетаюсь с душами тех мужчин расплетаюсь душами тех мужчин возвращаю им долги с процентами в виде благодарности возвращаем долги с процgende быть и благодарность соглашаюсь их судьбой соглашаюсь к судьбой загружаю этот опыт не заходите перезапускаю систему Перезапускаю систему Забираю свои части истории инкарнации Забираю все части истории инкарнации Закрываю Закрываю Вдох-выдох Скажи, мам, теперь я всё поняла Мам, теперь я всё поняла Я думала, я соперничаю с тобой Я думала, я соперничаю с тобой А я соперничала с собой той А я соперничала с собой той Хотела доказать себе свою крутизну Хотела доказать себе свою крутизну Но ни одна дочка Но ни одна дочка Не может сама себе подарить жизнь Не может сама себе подарить жизнь Поэтому по закону иерархии Поэтому в закон иерархии Я не могу быть круче тебя Это ты большая, а я маленькая Это ты большая, а я маленькая Это ты даровала мне жизнь Спасибо, что выбрала папу Спасибо, что выбрала папу Я принимаю жизнь от тебя Я принимаю жизнь от тебя Твоей любовью и теплотой Не слышно? У тебя звук? Ага С любовью и теплотой Телефон был С любовью и теплотой Принимаю с любовью и теплотой Угу Пап Пап С этого момента С этого момента Мне не надо тебя нигде и ни в ком искать Мне не надо нигде тебя искать Я тебя размещала в своих мужчинах Я тебя размещала в своих мужчинах Я хотела завоевывать твое сердце Я хотела завоевывать твое сердце Я так устала соперничать с мамой Я так устала соперничать с мамой Потому что силы не равны Потому что силы не равны Эта конкуренция бесполезна Эта конкуренция бесполезна Победить маму невозможно. Победить маму невозможно. Только смириться. Только смириться. Смириться это с миром. Смириться с миром в душе. Принять то, что я не могу изменить. То есть ты на маму смотришь мирными глазами. Миром. Внутренним миром. Илья, у меня вот это не проходит. Потому что мама развелась с папой. И там просто у папы были новые жены сразу. Он меня со всеми знакомил. И я страшно ревновала к нему. И вот даже недавно. Еще у меня была молодая женщина. Достаточно чуть-чуть старше меня. Мне прям бесило это. То есть я к маме, наверное, не ревновала. А ревновала, может быть, ко всем женщинам. Развожусь с папой в поле. Развожусь с папой в поле. Развожусь с папой телами. Развожусь с папой телами. Расплетаюсь с папой душами. Расплетаюсь с папой душами. Различаю, разделяю свое сознание и папина. Различаю, разделяю свое сознание папина. Вижу разницу между своими чувствами и папинами. Расплетаюсь с папинами любовницами. Расплетаюсь с телами. Расплетаюсь душами. Расплетаюсь судьбами. Папа, я не твоя первая любовь. Папа, я не твоя первая любовь. И не мне тебя судить. И не мне тебя судить. У тебя может быть полмира женщин. У тебя может быть полмира женщин. Но доченька Наталья у тебя только я. Доченька Наталья у тебя только я. Это я твоя маленькая Наташенька. Это я твоя маленькая Наташенька. Я больше не перепутаю. Я больше не перепутаю. Я сражалась за твою любовь. Я сражалась за твою любовь. Оказалось, тратила силы впустую. Твоя любовь в моем сердце навсегда. И это подтверждено законом жизни. Забираю себя. Семилетнюю. Из развода родителей. Забираю себя. Из порушенного мира. Забираю все свои части. Посмотри на себя семилетнюю там и скажи себе. Девочка моя маленькая, Наташенька моя. И я тебя отсюда забираю. Я тебя отсюда забираю. Посмотри, как мы выросли. Посмотри, как мы выросли. Мы справились тогда. Мы справились тогда. Справимся и сейчас. Справимся и сейчас. И теперь я могу быть для тебя лучшим родителем, быть для тебя лучшим родителем, чем были папа и мама. Я сама о тебе позабочусь. Я сама о тебе позабочусь. Больше нечего бояться. Больше нечего бояться. Я тебя оттуда забираю. Я тебя оттуда забираю. Ты моя часть. Ты моя часть. Ты во мне. Ты во мне. Ты у меня. Ты у меня. Мы есть. Есть. И вместе мы сила. И вместе мы сила. А сейчас подумай, что бы ты могла сделать для того ребёночка, физическое в материальном мире, чтобы запечатать то, что ты вот эту свою отверженную часть сейчас будешь потихонечку заполнять теплотой, заботой. То есть смысл в чём? Там была та часть, на которую я больше не хочу смотреть. Я от неё отвернулась. И из-за того, что там слишком много боли, как бы самоотворот от себя. И тогда, когда я эту часть забираю, моя задача – залатать её боль, залатать своей любовью. И могу я это сделать через какой-то приятный подарочек запечатать, материализовать. Что это может быть? Может быть, у тебя была какая-то несбыточная мечта. Может, ты куколку хотела. Или там ангелочка ты хотела. Или ты шарик воздушный. На качельках покататься. Не знаю. Может быть, съездить куда-то. То есть есть ли что-то, чем бы ты могла порадовать своего семилетнего ребёночка? Прямо сейчас надо сказать или подумать? Да, что тебе в голову приходит? Ну, мне приходит только обнять очень. Обнять. Ага. Тогда смотри, тебе нужно делать практику. Шесть, семь дней, семь дней. Ты просто вот, когда спать ложишься, ну, хотя бы несколько секунд себя пообнимай и говори, я обнимаю тебя семилетнюю. Ты можешь даже калачиком сворачиваться и давать себе любовь. Правая рука папина, левая рука мамина. И себя обнимать папиными и мамиными руками. То есть латать вот ту семилетнюю себя. Поняла? Я, скажи, снимаю травму самоотверженности в семь лет. Снимаю травму самоотверженности в семь лет. Отдаю травму полю. Отдаю травму полю. Признаю всех детей моего рода, которых отвергали родители, отдавали в детские дома, выбрасывали на улицу, подкидывали другим семьям и избавлялись, потому что не могли прокормить. Избавлялись, потому что не могли прокормить. Каждому из вас я даю место. Вы больше не исключенные. Вы в нашем роду. Ешьте с нами. Пейте с нами. Будьте с нами. Вы живые. Я даю вам место. По праву рождения. По праву рождения. И по закону принадлежности. По закону принадлежности. Теперь и вы в моей родовой системе. Теперь и вы в моей родовой системе. Угу. Я еще к сестре ревновала, и к брату, и к папе. Когда они родились. А ты старшая, да? Да. Ага. То есть я все время хотела доказать папе, что я лучше. Угу. Потом была хорошая девочка. Скажи, пап, я до сих пор... Пап, я до сих пор... Пытаюсь завоевать твою любовь. Пытаюсь завоевать твою любовь. Я делаю все. Я делаю все. Либо лишь бы получить твое признание. Либо получить твое признание. И в Таиланд я уехала. В Таиланд я уехала. Не перед мужем показаться. Не перед мужем показаться. А тебе показать, какая я крутая. Тебе показать, какая я крутая. Угу. Скажи, я перепутала. Я перепутала. Я думала, я некачественная женщина без мужчины. Я думала, я некачественная женщина без мужчины. Оказалось, я некачественная дочь без тебя. Оказалось, я некачественная дочь без тебя. Открываю двери сердца. Открываю двери сердца. Пускаю туда папу. Пускаю туда папу. Размещаю внутри себя фигуру папы. Размещаю внутри себя фигуру папы. пап тебя потерять невозможно я наполовину ты и пока ты живой пока ты живой мы вместе а когда ты уйдешь когда ты уйдешь ты все равно будешь жить внутри меня ты все равно будешь жить и меня я состою из тебя я это признаю забираю свои части из развода с мужем забираю себя из поля смерти оживаю свои мертвые части закрываю поле смерти если я дышу если я дышу значит я чувствую а когда я чувствую когда я чувствую я живая как ты сейчас осталось до страхи мы еще до страхов не дошли уже сможем наверное нет такое я просто помню когда я разводилась я себя вытаскиваю на словами если я пережила с папой развод с тобой я тем более переживу различаю разделяю различаю разделяем папу и бывшего мужа apostrophe ему же вывожу из папы положен спон проекции всех моих мужчин проект всех моих мужчин папе отдаю папина папи отдаю папина мужской мужских мужчинам я больше не перепутаю такое не перекруту теперь я вижу разницу теперь я вижу разницу между твоим разводом с мамой и моим разводом с мужем это разное для разного это разные для разного я больше не перепутаю я больше не перепутаю расплетаюсь со структурой низшего порядка запрещаю меня запугивать запрещаю подключаться к моей жизненной энергии и жрать меня через страхи возвращаю долги по контракту все что обещала возвращаю то что обещала возвращаю то что плачу энергии плачу энергии моя энергия восстанавливается через бога моя энергия восстанавливается плачу по контракту 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 обмен частями обмен частями расплетаю тени расплетаю тени скажем исцеляю свои страхи божественной любовью более изъявляю трансформирую страхи трансформирую страхи в доверии доверие верю богу и любому когда я уверена когда я уверен я уверен богу и когда я боюсь когда я боюсь разрешаю сам запускаться разрешаю сама запускаться программе доверия Программе доверия. Запрещаю теневым структурам цеплять меня за страхи. Выкупаю свою душу. Отказываюсь уходить в мир мертвых. Так, под этим видео я сейчас перешлю в чат. Под этим видео у нас есть двухминутный ролик про страх смерти. Если я забуду, Наташа, тебе задание мне напомнить. Я надеюсь, что не забуду, но я могу. Меняю страх смерти. Меняю страх смерти. На удовольствие в жизни. На удовольствие в жизни. Бояться бесполезно. Бояться бесполезно. Точнее, бесу полезно. Когда я боюсь, я радую бесов. Меняю страхи на уверенность. Нет смысла бояться того, чего нет. Нет смысла бояться того, чего нет. С этого момента. С этого момента. Все надуманные страхи. Все надуманные страхи. Растворяются в свете любви Творца. Растворяются в свете любви Творца. Смотрите, теневые структуры, они просто так к человеку подключиться не могут. Смысл в том, что жрать они могут нашу божественную энергию. У нас прямой канал силы. Мы берем родовую силу через корневую систему. У нас у всех есть предки рода. У всех. Нет ни одного человека, который тут из-за дуванчика родился. И у нас есть канал Бога. То есть мы силу рода вбираем и силу Бога вбираем. И внутри есть сила духа. И вот теневые структуры, желая покушать эту энергию божественную, сильную, вкусную, они не могут туда подключиться никак, кроме как подсесть на наши низкие вибрации. А низкие вибрации у нас происходят, когда мы испытываем страх, чувство вины, стыд, гордыню, когда начинаем себя обвинять, корить, когда начинаем обижаться, когда испытываем гнев, дичайшая злость. То есть как только мы вибрациями падаем, другие формы жизни тут как тут. То есть наш, допустим, возьмем эмоцию страха. Страх мы чувствуем так часто, в день 10 раз. Вы же знаете, что мысли материальны. Почему? Потому что мысли имеют свойство уплотняться. И я так часто чувствую страх, что я уже своей фобией создаю форму жизни. То есть я уже уплотненную эмоцию создаю форму жизни. А форма жизни, любая жизнь должна иметь еду. И поскольку я ее создала страхом, я создала страхом, у нее еда будет страх. Соответственно, этой форме жизни выгодно меня все время пугать, чтобы есть мой страх. И чем больше я боюсь, тем больше эта форма жизни разрастается. И так вот экстрасенсы это видят. И так происходит, что когда заходит человек, его божественной самости не видно, есть одна большая теневая структура. И вот чем больше я боюсь, тем больше эта структура меня накрывает. Она меня поглощает собой. И вроде как я хожу под Богом, но я все время на низких вибрациях. И я тогда кормлю не божественную энергию, не силу рода. Я кормлю царство Аида. Я туда себя отдаю. И вот задача вытащить себя оттуда и быть очень осознанным, наблюдать свои чувства, чувствовать свои эмоции. И, допустим, даже если я чего-то испугалась, отменить. Прямо сказать, стоп-стоп-стоп, это не мое. Бояться мне нечего. За мной смотрят ангелы. Надо мной Бог, подо мной род. Все, мне нечего бояться. Даже если что-то плохое случится, ну, все в этой жизни мы когда-то умрем. Подумаешь, из восьми миллиардов одним больше, одним меньше. Большое дело. Никто им не заметит. И я, кстати, как-то одной родственнице, ну, она просто обычная женщина, земная, нормальная. Не как мы отлетевшие. Я ей как-то сказала, она что-то начала жаловаться, вынесла меня. Это болит, то болит, желудок болит. Все свои внутренние органы проговорила. Так она меня задолбала. Я сижу вот так и говорю. Ой, боже мой, подумаешь, ну, в крайнем случае ты умрешь. Все мы умрем. Она со мной не разговаривала. Она так обиделась. В смысле я умру? В смысле? Я вообще никогда не умру. Я к тому, что страх смерти, он совершенно бессмысленный. Это, знаешь, как страх бояться выпить воду. Я все равно ее выпью. Страх бояться смерти, ну, я все равно умру. Но сегодня или через 50 лет. Какая разница? Есть очень хорошая книга по смерти. Сейчас скажу. Называется «Три жизни» Лапсан Крампа. «Три жизни». Он буддийский монах. Он пишет книги через астральные путешествия. И он так классно описывает вот этот переход «Три жизни» про, по-моему, про священника, про врача и про дворника. Как люди в неведении уходят, что с ними происходит. И как люди, которые с Богом, как они уходят. Смысла бояться. Ну, не знаю, это как бояться ходить в туалет. Ой, там что-то там не то из меня выйдет. Ну, это очень бессмысленно. Единственный смысл в этих страхах – это кормить темные господства. И тогда я становлюсь кормёжкой для кого? Просто чужие структуры сжирают мою жизненную силу, сжирают мою самость. И это мой осознанный выбор – идти туда или не идти, давать или не давать. И я сама себе, я тоже очень тревожная по своей природе, но я сама себе говорю «Стоп, я туда не пойду». Но если у меня есть тревога, я её проживаю. Вот вы видели там ситуацию, да, с нейрографикой. Я два дня себя ужасно чувствовала. Я реально вот как будто при смерти была. Я проживала. Я прямо клала руки на сердце. Я себе говорила, я знаю, признаю, ощущаю все свои чувства, эмоции. Даю им достойное место в сердце и в жизни. Всё, сейчас так. Ровно два дня. Через два дня как руку я села. Я не знаю, такая встала, думаю, ну и ладненько, и пошла. Почему? Потому что я из чувства прожила осознанно, не через низы, осознанно. И дальше я иду в мир через веру, веру. Вера сильнее любви. Вера и терпение сильнее любви. И вера – это такой инструмент, которым я могу напрямую подключаться к Богу. То есть я верю. Что бы со мной ни было, я верю. Что бы вот ни случилось со мной, с детьми, с мужьями, с родителями, я верю. Я всегда бразды правления отдаю туда. И тогда ты получаешь мощь. Тогда ты получаешь силу. А когда ты боишься, запомни это навсегда. Ты сразу туда уходишь. Ты туда. Понимаешь? Я понимаю. Я просто не знаю, как это. У меня функции, видимо, нет, как верить. Давайте даем пространство для образов. Даем пространство для образов. Загружаю образ веры. Загружаю образ доверия. Загружаю образ бесстрашия. Загружаю образ уверенности. Загружаю образ внутренней силы. Загружаю образ счастливой, лёгкой женщины. Загружая образ счастливой, лёгкой женщины Которая умеет жить играючи Радоваться и наслаждаться Скажи, Господи, я пока не знаю как Я обязательно научусь Радовать тебя и себя Я твоя любимая дочь Ты прости, что я перепутала И если мне что-то понадобится Я попрошу тебя И ты меня снабдишь необходимым Только слышь меня, пожалуйста Я от всего сердца И когда тебе больно, ты просто скажи Господи, даруй мне веру Господи, помоги Ты читала вот этот список молитв? Там есть очень хорошая молитва Вот тебе задание Её надо читать 21 день Господи, укрепи мою веру в тебя Ты ходишь 21 день, 21 раз начитываешь Господи, укрепи мою веру в тебя Господи, укрепи мою веру в тебя Нет, 21 раз Потом Слава Богу за всё, слава роду за всё Слава Богу за всё, слава роду за всё Слава Богу за всё, слава роду за всё И ходишь, как бы вербуешь себя И своё пространство на веру Очень мне помогала эта молитва В беременностях, в родах И во всех этих женских наших делах Она очень хорошо структурирует реальность И направляет фокус твоей энергии В правильное русло Потому что мы когда начитываем страхи Или мы начитываем молитвы У нас звук, звук создаёт определённую вибрацию И у тебя образуется ореол благости И ты как бы говоришь, шепчешь Господи, укрепи мою веру в тебя Ты шепчешь И ты с кем говоришь, ты уже вот этой благостью разговариваешь А когда ты страх, ты разговариваешь Вот этими низкими вибрациями Понимаешь, люди же тоже считывают Скажи, загружаю образ мамы По задумке Творца Загружаю образ мамы По задумке Творца Загружаю образ папы По задумке Творца Загружаю образ папы По задумке Творца Загружаю образ Загружаю образ Достойного Достойного Мужественного Мужественного Благородного Благородного Любящего меня Любящего меня Любимого мной мужчины Любимого мной мужчины По задумке Творца Задумке Творца И по моему определению И по моему определению И эти определения совпадают вот и все запечатывать будем как ты себя чувствуешь спокойнее те полегче сейчас будет у тебя два с половиной три дня даже не четыре два с половиной три дня на распаковочку скажи запечатываю результат этой работы запечатываю результат этой работы разрешаю терапии души разрешают терапии души благостно на меня подействовать благостно не подействовать квантовое поле квантовое поле создатель всего сущего создать всего сущего пожалуйста покажи мне это пожалуйста покажи мне благодарю 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 и все что здесь раскрылась я что здесь раскрыл и все что здесь свершилось все что здесь совершил по праву принадлежит моей душе и духу моей души и долго и слава богу спасибо большое наташк спасибо 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 тебе большое спасибо во благо дорогая два-три дня наблюдай за собой сильно не напрягайся я прямо сейчас выложу это видео и там что-то эти говорила про внутреннего ребеночка что-то сделать уже забыла я что нам нужно сделать я уже не про стране говорил надо помочь помнишь я спрашивала что хочет внутренний ребеночек и ты сказала хочет обнять обнять вот 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 не забудь пожалуйста это делать ладно делай потому что душе это нужно да внутреннее дитя а но из-за того что отверженное было сейчас нужно вбирать эту часть эта часть внутреннего ребенка она отвечает за наслаждение за радость за игры за эмоции но семилетний ребенок он какой он такой удивляется все время радуется ты про это заявила что у тебя нет этого чувства потому что вот эта часть была там мы ее сейчас забрали внедрили интегрировали и ее надо немножко как бы залатать поняла и вот твоя душа попросила объятий правая рука назначаешь папой левая рука мамы и прям давай себе вот эту любовь поняла тебе будет полегче посмотришь хорошо спасибо за доверие я дорогая спасибо спасибо хорошего дня спасибо дорогая обнимаю тебя спасибо всем большое девочки обнимаю вас спасибо люблю целую сейчас все выложу спасибо